Некоторые празднуют Новый год, дарят подарки детям и ставят их где-то и говорят, Дед Мороз дал. И на вопрос, почему вы обманываете детей, они отвечают, пусть верят в чудо, говорят. Ложь, обман. Эти слова вызывают негативную реакцию у любого человека. И никто не захочет, чтобы кто-либо обманывал его или лгал ему. Но в то же время большинство людей в современном мире готовы обмануть другого, будь это умышленно или же непреднамеренно, не придавая этому значения. Вместе с тем, что религия ислам, в священных аятах, а также в многочисленных хадисах Пророка, крайне сильно порицают эти качества. Один из таких хадисов Пророка, саллиллаху алейху ассалям, которых передают имам Бухарии и муслим, это хадис про лицемеров и их признаки. Про лицемеров, которые будут в самой низшей степени ада. Лицемер — это тот, кто внешне показывает, что он мусульманин, но в душе у него есть признаки неверия. И лицемерие — это такое качество, которого боялись даже самые великие сподвижники. Передается, что Умар, радуяллаху аангу, будучи одним из тех, кому при жизни сообщили весть о благом, в богу и весть о рае, он подходил к Худайфа Тульямане, который был известен тем, что он знает о лицемерах, и спрашивал у него, есть ли он в числе лицемеров. Это такое качество, которое может подкрасться к любому человеку. что же говорит пророк о признаках таких людей пророк говорит три качества если эти качества есть в человеке этот человек лицемер, говорит пророк даже если он совершает намаз и постится даже если он утверждает, что он мусульманин при всем при этом этот человек говорит лицемер пророк первое качество когда он разговаривает, он обманывает, лжет когда он обещает, он не выполняет обещание и когда ему доверяются, он нарушает доверие не оправдывает доверие также в других хадисах пророка говорится, передается, что Абдуллах бин Хамад спросил пророка о посланник Всевышнего возможно ли, чтобы мусульманин совершил совершил прелюбодеяние пророк говорит иногда это может случиться то далее он спрашивает я наби Аллах, о пророк Аллах, может ли мусульманин обмануть пророк говорит, что мусульманин не может обмануть и добавляя, читает аят из Священного Корана поистине ведут лживые речи те, кто не верует в знамение Всевышнего Аллаха такие беспринципные люди, которые не верят в чудеса Всевышнего Аллаха и теперь если задуматься какое же сильное внимание уделяет религия и ислам этим качеством почему такое внимание этому уделяется почему этому уделяется больше внимания даже чем прелюбодеянию когда мы говорим о прелюбодеянии у нас уже возникает отвращение от этого качества но вместе с тем пророк Саллаху Алиасалям более жесткой форме порицает именно ложь чтобы понять, почему настолько это важно просто нужно поразмыслить насколько сильно ложь влияет на жизнь как отдельного человека так и на общество в общем представьте двух студентов один из них который сделал для себя принципом что он никого не будет обманывать ни себя, ни своих родителей ни своих друзей, ни учителей никого вообще даже в мелочах даже в шутку не из-за того, что он кого-то боится или же стесняется а из-за того, что он знает что это порицаемо что это является признаком лицемера или по любым другим принципам если у человека будет такой стержень просто представьте что он пришел на урок неготовым его преподаватель спрашивает почему ты не готов он уже будет вынужден честно сказать либо из-за лени либо из-за того, что он допустим, как бывает сегодня за компьютером за телефоном засиделся и конечно же учитель ему даст соответствующую оценку и скажет ты выучишь завтра урок? непременно он ответит да он же не скажет что он не выучит и все этот человек оказывается в ловушке своих слов хорошей ловушке эти слова заставят его приходя домой подготовиться и получить эти знания и так в любой сфере жизни будь то тренировки будь то работа везде человек зная, что он не может обмануть этот принцип будет заставлять его вести себя добросовестно и трудиться и в то же время если представить что к человеку подошел кто-то и предложил ему такому студенту что-то употребить или спиртное или наркотическое вещество во-первых он не обманывая себя будет понимать что это ему не нужно что это вредно что этому нету пользы и во-вторых он будет понимать в тот же миг что вдруг если его кто-то спросит из родителей из тех кого он уважает заподозрив что-то в нем если у него это спросят что он будет вынужден сказать правду вот эта мысль заставит человека отказаться от этого в то же время если представить второго студента который может солгать даже в мелочах даже в таких ситуациях в которых от этой лжи ничего не зависит вообще в бессмысленных ситуациях приходя на пару или на урок такой студент если его спросят урок он будет делать вид что он готов и когда не сможет рассказать урок и учитель его спросит почему не подготовился он придумает тысячу оправданий и на вопрос подготовится ли он к следующей паре он непременно скажет да конечно он слово даст он пообещает и приходя домой он будет думать не над тем как подготовиться к уроку а какие оправдания придумать и таким образом во всех сферах жизни и тут хочу вам передать то что нам рассказал один из наркозависимых который прошел реабилитационный центр его привели к нам на семинар и он рассказывал свою историю он употреблял тяжелые наркотики в течение семи лет и он говорит пока я там находился в реабилитационном центре два месяца прошло для того чтобы я просто признал чтобы я себе сказал что у меня есть проблема говорит он обвинял всех вокруг он называл он говорил я не наркоман его насильно привели туда всех вокруг он вот тот наркоман этот наркоман но я не наркоман в то же время когда его спрашивали почему он оказался на такой ситуации все вокруг него были виноваты кроме него теперь когда он уже пришел в себя и уже он понимает с чего все началось и мы его спрашиваем как ты думаешь в чем была причина что было началом того что ты оказался в такой ситуации и он сказал очень удивительную вещь я говорит думал до сих пор до того как оказался в этом центре что началом моего этого пути было когда я первый раз употребил что-то энергетический напиток или что-то подобное но теперь я понимаю говорит он что начало было тогда когда я начал обманывать понимаете уважаемые братья и сестры обман это врата во все грехи во все плохие поступки в то же время правда защищает от всего плохого и нужно задуматься почему вообще ребенок начинает обманывать элементарно мы сами являемся этому причиной потому что мы сами обманываем их с самого детства к примеру даже возьмем то что некоторые празднуют Новый год дарят подарки детям и ставят их где-то и говорят Дед Мороз дал и на вопрос почему вы обманываете детей они отвечают пусть верят в чудо говорят и дети верят дети на самом деле верят то что так рассказывают во все что видят по телевизору и так далее и в определенный период жизни когда они уже понимают что это все было выдумано что это все сказки и когда они начинают понимать что все вокруг тоже нормально к этому относятся значит ложь допустима значит можно обманывать и вот вам начало и человек начинает обманывать что все больше и больше и доходит до такой степени что уже и он сам понимает что всем ясно что он обманывает что он лжет и другие все вокруг тоже понимают что все что он рассказывает что это неправда он все равно дальше рассказывает дальше обманывает настолько это становится привычкой. Когда Абдуллах бин Амир передаёт, он говорит, когда я был маленьким, к нам в гости пришёл посланник Аллаха. И я выходил играть, и моя мама сказала мне, иди, говорит, сюда, я хочу тебе кое-что дать. И пророк сразу отреагировал и сказал, что ты хочешь ему дать. И она говорит, я хочу ему дать финик. И пророк обратите внимание, как он сразу обратил на это внимание. Он говорит, если бы, говорит, ты ему не дала бы этот финик, то тебе записался бы как обман. В самых милочах даже, с самого малого детства мы учимся, мы сами приучиваем наших детей обмануть. Как говорится, воспитывайте себя, ваши дети всё равно будут следовать за вами. И в конец хочу прочитать дуа, которую читал и просланник Аллаха, которую стоит читать каждому из нас. Аллахумна тахир калби минан нифаقي. О Аллах, очисти моё сердце от лицемерия. И мои половые органы от прелюбодьяния. И сохрани мой язык от лжи. Амин. Аллаху, о Аллаху, о Аллаху.